Установить ваши данные. Может быть вы в Ростке находитеся, правильно? Ну потому что они сейчас опять будут людей хватать здесь применять силы физические. У них работа такая. Я знаю протокол принятия заявления, а устного я не знаю. Вам покушать не принести? То, я вам обязан показывать. А я вам обязан показывать, да? Ничего не обязан. Интересно. Вот я сейчас приду, закончу с вами, буду смеяться. Итак, поднимался я однажды на станцию метро ЦСКА и увидел необычную картину. Как контролер зажала девушку и что-то от нее требовала. После чего она отвела ее в сторонку, я подошел и увидел такую картину. Как контролер составляет постановление, то есть штраф, по фотографии паспорта с телефона девушки. Ну в общем смотрите. Вот вам, ребят, 8 марта. Сейчас мы написали штраф. Здрасте. Да, есть и есть сейчас уже. А как вы паспортные данные с телефона переписываете? Объясните мне, пожалуйста. Можете им не показывать. Да? Не имеют права, конечно. Как вы с телефона переписываете? Я опять подписываюсь. Они вообще не имеют права, это не является основным документом. Что это такое? Это вы подарок женщине сделали на 8 марта, да? Да, сделали подарок. Вот так вот. Всегда был бесплатный проезд, чтобы вы понимали. Я не знаю, что они устроили в этом году. Как вы вообще пишете с ксерокопией? Вы не имеете права ничего составлять. Можете заблокировать телефон, уберите, вам ничего не будет. Пусть уже записать, я уже хочу просто уйти. На каком основании вы переписываетесь ксерокопией? Это не является документом. Но это сейчас очень грубое нарушение. Не имеют права вообще никакой штраф составлять по ксерокопии. Потому что... А я штраф не составляю. А что вы делаете? Куда вы данные человека переписываете? Протокол составляю. Ну, протокол это не штраф? Все. Нет, это не штраф. А что это такое, интересно? Номер штона можно посмотреть? Какой у вас? Уберите руку. Пинталер. Вам она удостоверение показывала, представляла? Да мне все равно уже, молодой человек. Реально. Просто все равно. Им лишь бы план выполнить себе с деньгами работы. Пусть выполняем, ради кого. Ну, это ужас просто. За счет чужих людей? Пусть проживаете в КПП. Если у вас есть время, можем вам подсказать, как это обжаловать. Нет, спасибо, реально. Я очень просто чувствую. С праздником. Извините, что у нас вот такое вот. А можете мне сказать? Можете мне сказать, почему она пишет с телефона данные? Просто она вам объяснит, что там проблемы-то. У нас фотографии пишут. Фотографии. Протокол. Что у нас является документом? Потому что потом данные будут установлены через полицию. Это не является научным. Тогда потом что? Ну, потом, наверное, когда-нибудь. Вам не стыдно? 8 марта. 8 марта. Вы останавливаете девушек, им штраф выписываете. Вам не стыдно? Всегда был бесплатный проезд у нас для девушек. 8 марта. Серьезно? 8 марта? Всегда был бесплатный проезд. Открывали турники от 1. Каждый год. Но это не ко мне. А сейчас поставили вас, чтобы вы именно девушек шкурили, да? Вы еще на личный телефон будете фотографировать? А, я не понимаю, что смешно. Ну, реально не смешно. Я не понимаю, что смешно вам. Вы фальсифицируете сейчас протокол, вы в курсе? Это фальсификация, уголовная статья. Вы не имеете права с серокопией никаких писать. Официальным документом является паспорт. Я надеюсь, сейчас полиция подойдет и вымел заявление. Не надо фотографировать то, что у меня здесь написано. Вы вставайтесь, сейчас полиция дождемся, как заявление. Немножко вы не успели. А что, смотрите, данный контролер, получается, старая. Я вызвал полицию, я объясняю, понятно? А, пожалуйста. Нет, не понятно. Данный контролер, получается, фальсифицирует протоколы и постановления административные. То есть выписывает данные постановления по фотографии. Во-первых, незаконно преграждают путь. Во-вторых, просто человек показывает фотографию, и они выписывают по этим фотографиям штрафы. Фотографию чего? Паспорт. Что они делать, педагогрически не имеют права. А почему вы с тобой не носите документы? Не мне, женщине сейчас. А, женщине? То есть не вам? Не мне, все, женщина уже ушла. А где эта женщина? Ну вот вы не успели, она уже ушла. Ну, у нас еще работа есть в вами. Я понимаю. А вы кем этой женщине являетесь? Помощная. А почему вы ее отпустили тогда? Ну, потому что ей пора уже было идти. Ей пора, да, хорошо. Как вы ее отпустили, если здесь конфликты не стоят? Ну, смотрите, стоит данное лицо здесь, никуда не уходит. Я могу написать заявление, чего-то страшного нет. У меня также есть дозор. И у нас также есть дозор. Ну вот. Хотите писать заявление? Я думаю, да. Пройдемте. Можно на месте напишу, если у вас есть план? Хочу здесь. С нами пойдемте, у нас заявление в комнату полиции. Ну, принесите я здесь напишу, я не хочу в комнату. Нет, только в комнату полиции. Почему? У нас здесь негде писать. Почему? У нас специально отведенное место. На коленке напишу. На коленке напишу, да. Пойдемте со мной в комнату полиции. Я хочу здесь написать, мне здесь удобно. И будете писать заявление? На месте камера. Ну, потому что они сейчас опять будут людей хватать здесь применять силу физическую. У них работа такая. Вот это поворот! Пойдемте со мной, будьте заявление. Поча здесь на месте. Ну, стоите здесь. У меня заявление там. Почему? Почему? На блокноте принимайте. Вы пришли сюда вопросы задавать или заявление писать? Хорошо, протокол принятие устное заявление. Что-что? Протокол принятия устного заявления. Принесите, пожалуйста. Хочу написать о возможном преступлении. «Принятие устного заявления». Вы не знаете, что это? Я знаю «протокол принятия заявлений», а «устного» я не знаю. «Устное заявление?» «Протокол принятия устного заявления». Вы не знаете, как он выглядит? Нет, мы не знаем, как он выглядит. Но вы же умный. Вы же идите это взяли? Конечно, обязательно. Можете его позвать? Чего? Можно начальник вызваться? Может и начальник? Почему у вас здесь лть стоят, хватаются. Вы хотите писать заявление? Вы будете его писать? пойдемте со мной если хочу написать не из такого права мы на месте будет согласно там 474 приказа мистер колокольца на телескопом приказу 476 если не ошибаюсь приказ мистер колокольца о чем он звучит этот приказ могу написать завеление может ли уж не против я же не отказываю иметь со мной пойдем я не обязан идти можете на месте смысле не обязан идти я знаю мне удобно на месте не я напишу как он как неудобно какая разина пишите берите а4 лист доставайте из своего рюкзака и дышать я не пожалуйста чего предоставить волны предоставьте какой протокол вы же заявление хотите писать у меня есть заявление но в комнате вы принесите здесь напишу в чем проблема вам покушать не принести не надо но давайте постоим давайте стоит давай как долго стоять в чем проблема принять заявление за на блокноте я не отказываюсь его принимать пойдемте я здесь хочу смысле здесь хотите здесь хочу написать заявление в чем проблема и не понимаю почему я должен куда-то ходить вы можете на блокноте записать передать дежурку дали сказать на номер кусп все вам передать номер кусп но дежурный зарегистрирует скажут номер кусп и вы передадите кому вам а кому заявителю заявляйте я слушаю вас я сейчас буду долго переписывать ваши данные давайте-давай что мои данные переписывать долго там не так долго вам не кажется что как-то много вопросов он просто не толкова на ровном месте давно вы пошли написали спокойно пошли бы дальше вы не торопитесь как понимаю я никуда не тороплюсь а у меня здесь хочет стать чтобы не хватали ведь они заставят не давать документы ваши для начала почему документ а потому что мы имеем право на это спрашивать а как я буду вас записывать для заявления уже документа а кто вы установить ваши данные может быть вы в ростке находится пральна причем не за если заявление пишу фамилии имя что-то говорить может быть у вас не доверить гражданам какая фотография фотографии не является самым документом я вот поэтому я пишу заявление я по этому поводу пишу заявление какая фотография паспорта да ваши документы я к собой не ношу а как вы будете писать планшет у вас руками просить меня просто планшет если вы мне не доверяйте конечно если вы граждане доверять не доверяйте под налоги платье фамилии носик вашего вы тоже замечание сделали в регион кому замечание нужно контролером по поводу чего должен замечание сделать что не людей хватает это не может быть их работает ненормально но понимаете к нам эта женщина не подошла не сказала сегодня не больше синие вот это не нормально патчу не 8 марта да должен быть дождь вот это ненормальное читаю почему дождя нет вот я не знаю и как на каждый пуст и шарики была занов 0- НАТО работаете вот первый день этой в inch или вышла что ну просто каждый год если не ошибаюсь бесплатный был празд supposed to occur женщин был бесплатный проект каждый год Сергей Семеновичу набрать? Спросите, что за фигня? Вот именно. Набрать? Да. А то поставили, они здесь шкурят на штрафы, непонятно, чем занимаются. Женщин хватает. Вы видели, чтобы они шкурили и брали себе? Да. Вы такие заявления делаете? Да. Вот они себе что-то брали? Да. Фотографию на свой личный телефон, паспортных данных. Я не знаю, что она потом... Может, в Даркнет выложит, продаст. Микрозайм возьмут. А то ничего смешного нет. Почему ничего смешного? Вот я сейчас приду, закончу с вами, буду смеяться. Посмейтесь. Обязательно буду. Хорошо, посмейтесь. Обязательно. Кто к Сергеичем был? Уже Андреичем стал? Я всегда Андреичем был. Да ты чё, охренеть. Интересно. Анатолий, а почему вы снимаете ее телефон? Это же ее телефон, правильно? Ее телефон, а почему она личные паспортные данные фотографирует? Это сейчас ее, а вы это видели? Да, я фиксировал еще вдобавок. Серьезно? Да. Еще и зафиксировал. Я покажу обязательно. Покажите. Обязательно. Вообще-то я со своего оборудования фотографирую. Покажите галерею. Что? А мы вам не обязаны показывать. А я вам обязаны показывать, да? Ничего не обязаны. Интересные вы. Ни мы, ни вы. Позвони. Сейчас звоним. Кому вы звоните? Сейчас поговорим вам. Может, не надо звонить? Вот вы подарок, конечно, девушкам сделали на 8 марта. Не стыдно? Серьезно? А вам не стыдно? А мне же должно быть что стыдно? А мне чего должно быть нет? Ну, вы людей хватаете. Верно? Да. Покажите, тебе я хватала. Сейчас вы не хватаете. Покажите, тебе я хватала. Ну, а почему вы здесь стоите, они там? Занимайтесь своей работой, знаешь. Покажите. Смонтируйте, когда видео посмотрим. Да, смонтируйте. Да, обязательно. Наложу какую-нибудь анимацию, как вы людей хватаете. Да, вы это и делаете. Нет, ты в том, что полиция отказывается. Хочешь писать заявление? Какой-то недоблокер. Почему вы меня обзываете? Я вам не буду заявление оставлять. Дай я по 112. Нет, подождите. Что подождите? Задержитесь. Теперь задержитесь. Теперь я ваши данные должен запасировать. Для чего? Что значит для чего? Для чего? Вы сейчас хотели написать заявление. Я не буду писать. А? Я по 112 оставлю. Я на Петровку позвоню, прямой был. Может, позвонить на Петровку? Я вам не буду писать. А? Ваш какой? 017-16. Все, хорошо. Приятно было познакомиться. Приятно было познакомиться. Мне нет. Почему? Ну, потому что. Я вам нахамил как-то. Вы мне? Да. Тихо, пеньки. А почему вы меня так не любите? Кого? Вас именно? Ну, да. Я сказал, что я именно вас не люблю. Ну, вы говорите, недоблогер, что-то такое. Кто такое сказал? Ну, зачем вы? У вас проблемы со слухом? Я вам ничего плохого не сделал. Я вам ничего плохого не сделал. Ну, ладно. Все на телефоне сразу. Когда решили записать заявление. Все. Нам еще есть вопросы у вас? Не, не, все, может идти. Я заявление по 112 ставлю. Спасибо. Вы мне очень помогли. Я очень сильно старался. А? Да? Хорошо. Вот, ребята, запоминаем Лиса. Вот так вот они теперь работают. За наш счет, за наши налоги. В телефоне. В телефоне. Ладно, сегодня встанем на патруль в честь 8 марта, поможем девушкам обрести свои права, хотя бы частично. И также, я думаю, надо наказать сотрудников полиции, написать на них заявление за бездействие. Жалко, что женщина не согласилась написать на нее заявление, так как сильно спешила. Мы сегодня с вами здесь до конца дня. Вы же не против? Да работаем вообще не против. А мы не работаем. Ну да, видите, сегодня выходной. Я думаю, в свой выходной можно постоять, помочь девушкам, чтобы их не шкурили, чтобы не хватали, чтобы не обманывали со штрафа. Короче, ребята, они резко побежали вниз. Это очень странно. Вот такие вот подарочки сделали контролеры на 8 марта нашим дамам. Так что жду вас всех в комментариях. Напишите свое мнение, что вы думаете. Извиняюсь, ребят, не 476 приказ, а 736 приказ министра Колокольцева. Немножко перепутал, но в целом суть-то полицейских донес, так что они должны были принять устное заявление. Они, оказывается, даже не знают, что это такое. Как вы видели, это полнейший беспредел со стороны контролеров и неожиданно со стороны сотрудников полиции. Так что максимально попрошу вас распространять это видео. Контролер совершил процессуальное нарушение, а именно не установил личность, так как фотография не является официальным документом, ксерокопия тоже. Исходя из этого, если бы женщина осталась и написала заявление, то контролеру можно было привлекать по 303 статье Уголовного кодекса за фальсификацию административного дела производства. Но, к сожалению, женщине нужно было спешить. Полицейские, видимо, не хотели у меня принять заявление. Непонятно, почему тянули время, резину. Не можем, не знаем. Но ничего страшного, напишем заявление, значит, через 112. Так что будет написано заявление на этого полицейского за то, что он хамил, бездействовал и не принимал заявление. Кто хочет также помочь мне максимально распространять это видео, а также в своем телеграм-канале я оставлю ссылки, где можно оставить жалобу и заявление на данных персонажей. Обязательно переходи, ссылочка в описании на мой телеграм. Не забывай подпишись, там очень много полезной информации иногда выходит, чего-то неизданного и так далее. В общем, переходи. А также, если вы хотите, чтобы видео выходили гораздо чаще, пожалуйста, поделитесь этим видео. Снизу будет кнопочка поделиться, отправляйте ссылку другу, брату, семье, кому угодно, подруге, жене, всей школе своей отправляйте, не знаю, всему классу. Всем отправляйте это видео, потому что вы должны знать хотя бы минимально о своих правах. И что вы имеете право делать, а что нет. Это что имеет право контролера делать, а что нет. Потому что с таким беспределом может столкнуться каждый из вас, никто от этого не застрахован. До встречи!